Добрый день, ребята! Меня зовут Екатерина Алексеевна Шестакова, я преподаватель Якутского педагогического колледжа. Сегодня на занятии мы рассмотрим текстовые задачи на движение. Давайте сначала мы вспомним, как решаются задачи на движение. Давайте разберем, прочитаем текст, довольно сложный. Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места круговой трассы на несколько кругов. Спустя один час, когда одному из них оставалось один километр до окончания первого круга, ему сообщили, что второй бегун прошел первый круг 20 минут назад. Найдите скорость первого бегуна, если она на восемь километров в час меньше скорости второго. Давайте мы здесь сначала разберем, что у нас имеется. У нас есть круговая трасса, круговая трасса. Из одной точки круговой трассы, из одной точки круговой трассы два бегуна направились в одном направлении на несколько кругов. Так, давайте определим, что у нас имеется. Спустя один час, то есть когда время подошло один час, один из них, одному из них, когда оставалось один километр до окончания первого круга, второй прошел первый круг 20 минут назад. Что это означает? Это означает, что второй бегун, первый круг прошел за 40 минут, а первому оставалось еще за один час, когда он прошел, ему еще до окончания первого круга оставалось один километр. Давайте покажем его на этом круге. Если второй он пробежал целый круг, то первый за один час он прошел к некоторое расстояние и ему вот здесь еще оставалось до окончания круга один километр. И еще известно, что у нас скорость первого на 8 километров в час меньше скорости второго. Давайте немножко мы здесь напишем спустя один час, чтобы было понятно, когда когда одному из них, одному из них оставалось то есть один километр до окончания первого круга, то есть целого круга. Второй прошел круг круг 20 минут назад, 20 минут назад. И известно, нужно нам найти скорость первого, если известно, что она на 8 километров в час меньше скорости второго, меньше скорости второго. Так, ну начнем с вопроса задачи. Мы должны найти скорость первого, значит она неизвестна, поэтому мы обозначим скорость первого за х. Давайте напишем, пусть скорость первого бегуна равен х километров в час. Она на 8 километров в час меньше, чем скорость второго, тогда скорость второго бегуна на 8 километров в час больше, то есть х плюс 8 километров в час. И составим таблицу значений, таблицу значений, скорость, время, расстояние. Скорость у нас измеряется в километрах, единицы измерения записываем, расстояние в километрах, скорость в километрах час и время в часах. Первый, второй, второй. Так, чтобы заполнить таблицу, мы обращаемся к условию задачи. Так, скорости мы обозначили. Скорость первого у нас х километров в час. Скорость второго х плюс 8 километров в час. И было известно, что спустя один час, один час, когда одному из них оставалось один километр до окончания, то есть первый пробежал один час, а второй целый круг прошел 20 минут назад, то есть 40 минут. Вот это время здесь мы запишем. Первый, он прошел один час, а второй 40 минут. 40 минут. И в эти минуты мы переведем в часы, то есть это 40 деленное на 60 часов. Если мы сократим на 20, то здесь у нас получается 2 третьих часа. То есть теперь, зная скорость и время, мы напишем расстояние. То есть расстояние, которое прошел первый, это будет у нас х, умноженное на 1 километр. А расстояние, которое прошел второй бегун, это х плюс 8, умноженное на 2 третьих. Ну а теперь нам нужно составить математическую модель. Для этого снова обращаемся к условию задачи, так как целый круг второй пробежал за 40 минут, а первый он доехал до этой точки за один час, но до целого круга ему оставалось еще один километр. Поэтому наше уравнение, давайте сначала напишем длину целого круга. Длина целого круга это х плюс 8, умноженное на 2 третьих. На 2 третьих, потому что второй со скоростью х плюс 8 добежал за 40 минут. А первый х, умноженное на 1, и еще ему оставалось до целого круга 1 километр. Вот такое уравнение мы получили по условию задачи, и теперь решим это уравнение. Для того, чтобы решить это уравнение, давайте умножим обе части. Избавимся, чтобы избавиться от знаменателя, умножим на 3. Тогда левая часть запишется как х плюс 8, умноженное на 2. А с правой части х, умноженное на 1, это у нас х плюс 1, и эта часть тоже умножается на 3. Раскрываем скобки. При раскрытии скобок у нас получается 2х плюс 16 равно 3х плюс 3. У нас получилось линейное уравнение. Линейное уравнение мы его решаем. Переменные переносим в левую сторону, а числа в правую. 2х минус 3х будет равно 3 минус 16. В левой части у нас получается минус 1х, в правой части получается минус 13. Чтобы найти х, делим на минус 1. Тогда у нас х получается 13. Вот мы нашли х, а за х мы обозначили скорость первого бегуна. То есть мы ответили на вопрос задачи. Давайте напишем. И 13, ой, 13 километров в час, это скорость, скорость первого бегуна. Записываем ответ 13 километров в час. 13 километров в час. Давайте вернемся еще раз к условию задачи. Еще раз рассмотрим прорешенное нами уравнение. Мы обозначили скорость первого через х километров в час. А так как она была на 8 километров в час меньше второго, тогда скорость второго на 8 километров в час больше. Значит, скорость второго будет х плюс 8 километров в час. Составляем таблицу значений. В таблице значений мы всегда указываем расстояние в километрах, единицы измерения отмечаем, скорость в километрах в час и время в часах. Написали скорости, скорость первого, скорость второго, время их и расстояние, которое они прошли. А затем мы составили модель задачи, то есть уравнение, зная, что второй за 40 минут пробежал весь круг, а второму через час еще оставалось 1 километр. Поэтому мы написали расстояние, которое прошел он за 1 час, и плюс еще 1 километр. Это у нас наше уравнение. Мы прорешили его, и у нас получился ответ 13 километров в час. На этом наше занятие подходит к концу. Желаем всем успехов! Субтитры создавал DimaTorzok